IT-юрист Илья Рокач прокомментировал нововведение в Беларуси – реестр кошельков для криптовалюты. Данный реестр якобы создан для вычисления недобросовестных держателей криптовалюты. Специалист подмечает, что почти никто не обратил внимания на нюанс указа Лукашенко. В этом указе прописан порядок изъятия криптовалюты, что очень важно для держателей криптовалюты. Допустим, в отношении некого гражданина возбуждено уголовное дело. В рамках оперативно-розыскных мероприятий было обнаружено, что у него есть криптокошелек, на котором хранится один биткоин. После получения пароля от криптокошелька власти получат доступ к криптовалюте. Следователь КГБ или Следственный комитет в рамках уголовного дела принимает решение о конфискации хранящейся в кошельке криптовалюты. Кроме того, криптовалюта может быть принудительно обменена на наличные через криптовалютную биржу под контролем следственного органа. Если следствие вдруг не докажет вину гражданина и примет решение о прекращении дела, ему придется вернуть криптовалюту. Но вот нюанс. Возврат производится по обменному курсу на момент конфискации. Предположим, что конфискованная криптовалюта была продана по условному курсу 1 биткоин 40 тысяч долларов. Даже если курс на день возврата уже составляет 70 тысяч, возврат будет производиться на сумму не выше суммы до конфискации криптовалюты. А если еще и комиссия была вычтена из суммы сделки при реализации, она также не будет возвращена, говорит специалист. Криптодеятельность в Беларуси была легализована в 2017 году после подписания указа президента и вступила в силу в мае следующего года. Соответственно, были введены налоговые льготы и другие стимулы для криптобизнеса. Беларусь занимает третье место в Восточной Европе по внедрению криптовалюты. Хотя криптовалюты не могут использоваться в качестве законного платежного средства. Лукашенко даже призывал граждан отказаться от работы за границей в сельском хозяйстве в пользу добычи криптовалюты дома. Создайте что-нибудь на основе электричества. В конце концов, начните майнить криптовалюты или как там это называется. В стране достаточно электроэнергии, сказал он. Крупнейший банк страны Беларусьбанк представил криптовалютную биржу, позволяющую клиентам использовать карты Visa для покупки биткоинов. Страны по всему миру, особенно те, которые служат центрами для майнеров криптовалюты, стремились регулировать деятельность и потребление электроэнергии. Китай, возможно, не был первым, но он был самым громким на сцене, когда в начале этого года полностью запретил добычу криптовалюты в стране. Электростанции, которые, как выяснилось, обеспечивали электроэнергией такие операции, были предупреждены о том, что им могут грозить штрафы или другие юридические санкции.